На озеро Лотоса в дачном поселке неподалеку от Хабаровска, пользуясь редкой хорошей погодой, съезжаются туристы. Начался сезон цветения одного из семи официально признанных чудес края. В этом году он совпадает с подъемом уровня воды в реках. Есть ли угроза реликтовому растению, выяснила Надежда Курилина. Наталья Завгородько привезла на озеро Лотоса своих внучек. Признается, что и сама здесь впервые. Вот я смотрю первый раз, и действительно, когда их смотришь, и хочется не разговаривать, просто хочется смотреть и смотреть. Однако не все приезжают сюда полюбоваться цветением и сделать селфи на фоне эффектного пейзажа. Научный сотрудник Института водных и экологических проблем Мария Крюкова здесь, чтобы проверить сохранность вида. Ведь в период большой воды катастрофой для растений может стать даже его среда обитания. Все зависит от того, в какой близости находятся лотосы от русла реки. Если это старица, которая в свое время отшнуровалась от основного русла, то, конечно, в большую воду потоками воды вымываются все популяции водных растений и лотоса в том числе. Там он уничтожает. Ну а этим цветам паводок не грозит. Озеро искусственное, далеко от поймы реки и не зависит от колебаний уровня воды в ней. Лотос орехоносный или индийский появился здесь не сам по себе, а благодаря удачному любительскому эксперименту. Кто-то из дачников просто бросил в воду семена краснокнижного растения. И за 10 лет выросла целая популяция тропического реликта. В Хабаровском крае таких озер несколько. В селах Дормидонтовка, Шереметьево-Вязинского района и на Большом Уссурийском. Особенность лотоса орехоносного в том, что, во-первых, он выведен естественным путем, без генетики и методов селекции. А во-вторых, он произрастает на самой границе ареала обитания лотосов. Еще 10 лет назад ради фотографии туристы вырывали книжные растения, что называется, с корнем. Но с каждым годом таких случаев становится все меньше. Так что, возможно, одно из семи чудес края сохранится надолго. Тем более, что лотос хорошо приживается даже в дачных прудах. Его семена могут сохранить всхожесть до 200 лет. Надежда Курилина, Максим Корних, Вести Хабаровск.